Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Будущее регионального радио обсуждают в Сочи. На курорте проходит пятая юбилейная конференция радиовещателей. Нет присмотра, значит и нет хозяина. В Сочи начался отлов бродячих животных. Кинотавр перешагнул экватор. Половина программы позади. Дебют Гоши Куценко как режиссера стал одним из самых обсуждаемых. Новогинский форт снова открыт, теперь как культурное пространство. О сотрудничестве России и Белоруссии говорили в Минске на форуме регионов двух стран. Участие в нем приняли Владимир Путин и Александр Лукашенко. На пленарном заседании накануне обсуждали социально-экономическое взаимодействие. Цель – установить прямые контакты между всеми регионами двух стран. В Минск приехали и главы субъектов России, в том числе и губернатор Краснодарского края. С Белоруссией Кубань официально сотрудничает уже больше 10 лет. Венемин Кондратьев присмотрелся и к экспонатам на международной выставке «Белагра». Из Минска наши краснодарские коллеги. Экспонаты, которые могли поместиться только на открытой площадке. Выставку промышленных достижений регионов России и Белоруссии проводят на территории бывшего аэропорта в Минске. Сотни предприятий представляют свои проекты как индивидуальные, так и совместные разработки в области машиностроения и сельского хозяйства. Официальным партнерским отношением между Белоруссией и Краснодарским краем исполнилось 14 лет. Только в прошлом году товарооборот превысил 250 миллионов долларов. О том, что сотрудничеству с Кубанью в соседнем государстве уделяет серьезное внимание, говорит и то, что эти отношения в республике на уровне вице-премьера курирует Анатолий Калинин. Губернатору Краснодарского края он проводит экскурсию по выставке «Белагра». Гвоздь программы, конечно, самые большие в мире карьерные самосвалы. Коллеги, я думаю, это хорошая техника, чтобы бороться с пробками на дорогах. Один раз проехала и, поверьте, хорошая техника, но, к сожалению, у нас ее негде применить. Я думаю, с пробками будем бороться другим способом. Для Кубани, в том числе и для борьбы с пробками, отлично подойдет техника поменьше. Трехсекционный трамвай повышенной вместимости «Метелица». Пока это прототип. Единственный экземпляр выпущенный швейцарской компанией в Беларуси. Трамвайный вагон с двумя кабинами водителя. То есть он может эксплуатироваться на маршрутах без разворотных колец. Ну, понятно, такие вещи, как система видеонаблюдения, подзарядка, скажем, электронных гаджетов в салоне предусмотрены и так далее. В Краснодаре трамвай, предположительно, начнут тестировать с июля. В течение трех месяцев он будет курсировать по городским маршрутам. Соглашение об этом сегодня подписали в присутствии губернатора Краснодарского края. И вручили ему символический ключ от этого самого трамвая. Нужен ли такой транспорт кубанской столице, в том числе решат и сами жители, говорят в трамвайно-троллейбусном управлении. Машиностроение – одно из основных направлений, по которому Белоруссия сотрудничает с Кубанью. Кроме этого, на региональный рынок в том числе работает и легкая промышленность республики. Кубань же в основном поставляет продукты питания – муку, рис, подсолнечное масло. Считай, импортозамещение в рамках таможенного союза. Много точек соприкосновения, много точек пресечения и много точек сотрудничества можно найти между Белоруссией и нашим краем. Акцент экономика Белоруссии делает на отечественную, если взять животноводство, селекцию. Если взять промышленность, локализация практически того же трамвая, который сегодня подписали предварительные соглашения, 80%. Это самое важное. Не нужно гнаться за импортным и думать, что он лучше. Наша отечественная – это и есть залог экономики и качества. Вот это должны мы понимать. Ну и торгово-экономический оборот наших стран, нашей страны и Краснодарского края вышел где-то на 90%. Мы думаем, что в течение всего года мы выйдем на уровень 100%. Даже в это непростое и сложное время. И кроме техники поставляем лифтовое оборудование. Хотелось бы где-то создать и сборочное производство. Ну, одним словом, работать в кооперации, потому что мы строим единую экономику наших стран. К сожалению, в прошлом году из-за экономического кризиса товарооборот, если считать в деньгах, сократился почти на треть. Детали сотрудничества Краснодарского края Белоруссии Венимин Кондратьев и вице-премьер республики Анатолий Калинин обсуждают уже на двусторонней встрече. Мы ищем то, что в первую очередь будет способствовать не только экономической стабильности в регионе, но и социальной стабильности. Поэтому мы сегодня заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники. Вы сегодня ее производите. Техники для дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства. Я, наверное, все-таки увидел, что этого у вас достаточно. Сегодня вот этих ресурсов можно чтеть, чтобы мы могли объединить наши усилия, в том числе с помощью совместных предприятий. Конечно, для нас в первую очередь совместные предприятия могли бы максимально заполнить наш внутренний рынок, региональный рынок. Промышленность – это лишь часть общих интересов. Краснодарский край, как и Россия в целом, намерен глубже сотрудничать с соседней республикой и в социальной сфере. Положительный опыт, как отметил Владимир Путин, уже есть. Выпускники обеих стран могут поступать в вузы на основе унифицированных правил. На двусторонние образовательные медицинские и гуманитарные программы выделяется больше миллиарда рублей. Поэтому иногда выгодно не конкурировать, а сотрудничать. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань-24, Минск. Городу-курорту необходим большой настоящий парк – не меньше 100 гектаров. Об этом заявил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев в Горячем Ключе. Там проходит рабочий день главы региона. Одной из точек объезда стал городской парк культуры и отдыха. Его площадь составляет около 22,5 гектаров. Это вместе с двумя озерами. А для города-курорта этого мало, отмечает Вениамин Кондратьев. Это больше похоже на сквер. Осматривая место отдыха и досуга горожан, губернатор пообщался и с отдыхающими. Ими оказались школьники из Краснодара, которые приехали в Горячий Ключ. Если примителен к Краснодарским паркам, это парк или сквер? Сквер. Сквер. Вот мы об этом и говорим, что сегодня здесь может быть сквер, а вокруг жилые дома и микрорайон, и город шумит. А парк, у них здесь парк. То есть это совсем другая инфраструктура, это другая зелень, это другое восприятие окружающей среды. Человек должен зайти в парк и побыть наедине где-то с природой. Даже если этот парк в городе. А для города, для любого города, даже такой горячий ключ, такой парк необходим. Так ведь, ребята? Да, конечно. Год назад Вениамин Кондратьев уже здесь был. Тогда глава региона отметил, что парк как бы застыл в прошлом. За год построили новую экстрим-площадку и благоустроили территорию. Но основной фронт работ еще впереди. Также во время сегодняшней рабочей поездки губернатор посетил и ряд социальных объектов. Будущее регионального радио обсуждают в эти дни в Сочи. На курорте проходит пятая юбилейная конференция радиовещателей. В этом году тематика форума отражает главные проблемы региональных станций, в их числе эффективное управление радиокомпанией в условиях кризиса и использование для продвижения онлайн-среды. Все подробности в нашем следующем материале. На юбилейную конференцию в Сочи съехались более 250 радиовещателей из 18 регионов России, а также Армении, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Великобритании. За пять лет у форума уже появились свои традиции. Одна из них – проводить конференцию в Сочи. Это важная часть продвижения Сочи как курорта, как центра спорта, как города, определяющего во многом курортную политику страны, потому что здесь собирается цвет отрасли журналистики, одной из отраслей журналистики, которая во многом определяет настроение, общественное мнение в своих регионах, городах. Кстати, курорт – площадка для форума радищики выбирают уже во второй раз. Еще одна традиция – приветственное слово от мэра города. Уверен в том, что ваш форум, конечно, выработает очень важное решение по продвижению вашего продукта, но я очень бы хотел, чтобы вы обязательно нашли время и полюбовались красотами нашего города Сочи. Экскурсии по городу в программе конференции тоже есть, а пока круглые столы и панельные дискуссии о развитии самого динамичного и мобильного из СМИ. Об этом говорят и цифры. Ежедневно приемник включают 64% россиян. Несмотря на кризис, в прошлом году право на вещание получили еще более 220 радиостанций. Стабилизировался, наконец, и рынок радиорекламы. Прошлый год был достаточно сложным, потому что рекламный рынок на радио упал на 16%, но страшного не случилось. В этом году мы надеемся, что динамика рекламного рынка будет вновь выйдем. В первый день форума радищики обсудили еще ряд важных вопросов, в том числе увеличение присутствия радио в интернете, продвижение контента в соцсетях, возобновление вещаний на коротких волнах, а также перспективы уже развитого в Европе цифрового наземного радио. Для России этот вопрос все еще остается открытым. Еще очень важный момент. Нужно, чтобы в России больше было локальных радиостанций, которые программируются непосредственно, например, в Сочи. Потому что столичные вещатели зачастую не уделяют достаточного внимания локализации. То есть зачем слушать про пробки в Москве? А некоторые ведь не убирают, как и за их хиром, развитие именно локального вещания. Мне кажется, за ним будущее. Конференция будущей регионального радио завершится завтра. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А накануне в Сочи завершилась конференция министров по чрезвычайным ситуациям стран-организаций Черноморского экономического сотрудничества. Россию представлял министр МЧС Владимир Пучков. В Сочи он осмотрел пострадавшие от подтопления села и распорядился в кратчайшие сроки завершить аварийно-восстановительные работы. Он отметил оперативную реакцию властей Сочи, пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад, энергетиков и дорожников. На данный момент зона чрезвычайной ситуации разделена на участки. Назначены руководители, которые координируют целый комплекс задач по восстановлению инфраструктуры. Глава МЧС России распорядился усилить группировку сил и средств в Лазаревском районе, чтобы минимизировать риски возникновения повторных подтоплений и обеспечить расчистку русел рек. По словам Владимира Пучкова, все задействованные силы продолжают работать в Сочи. Кроме того, в Краснодарский край будут направлены дополнительные подразделения. Нет присмотра, а значит и нет хозяина. На курорте активизировалась работа по контролю за безнадзорными животными. В городе ежедневно ведется отлов бродячего крупного рогатого скота. Сейчас это особенно актуально. В край в эти дни зафиксированы случаи заболевания коров инфекционным заболеванием, так называемым надулярным дерматитом. Мониторинг специально созданной комиссии проводят как на федеральных автомобильных трассах, так и вдоль сельских дорог. Расскажет Инга Габешия. В селе Барановка по улице Армянская прогуливается сразу 11 буренок. За бродячий образ жизни животных должны арестовать, а их хозяев оштрафовать. Специалисты подчеркивают, борьба здесь ведется не с коровами или лошадьми, а с разгильдяйством их владельцев, которые должны держать скотину в заперти. Гуляя по дороге, животные создают угрозу жизни и себе, и водителям. Еще несколько лет назад крупный рогатый скот спускался с гор. Коровы могли оказаться даже на пляже. Сегодня животные в городскую черту практически не попадают. В поисках свежей травы, а порой и съедобных отходов, они прогуливаются по селам. Но и здесь скот выходит на дорогу и мешает движению автотранспорта. Комиссия в составе представителей администрации сельского округа, городского управления сельского хозяйства и ветеринарии за порядком на крайнах города следит регулярно. Многие владельцы не беркуют таких животных, для того, чтобы невозможно было отследить и оштрафовать их. В связи с этим, по поручению главы города, создана служба эвакуации. Мы совместно с ветеринарией города Сочи выезжаем и таких коров эвакуируем. Задача ветеринаров – определить клиническое состояние найденного на обочине дороги животного. В данном случае все коровы оказались здоровы и агрессивности не проявляли. Но в любом случае животные должны находиться в стойле. На пастбище же только с пастухом. Бесхозные рогатые бродяги могут и заболеть. В Тбилисском районе Краснодарского края 485 голов коров заболели надулярным дерматитом, который передается в том числе и воздушно-капельным путем. Вакцины же против этой особо опасной инфекции нет. Рекомендуем провести вакцинацию против ОСПОВЕС, потому что штамм надулярного дерматита и ОСПОВЕС похожи. И в данный момент животные должны находиться под наблюдением владельца. В случае какого-то заболевания немедленно сообщать в ветслужбу для принятия экстренных мер. Хозяина скотины с биркой определяют по номеру и на месте составляют административный протокол. Неберкованную скотину отлавливают и доставляют на штрафстоянку. Оттуда хозяева смогут забрать свою скотину, только заплатив за свою беспечность. Наверное, отошел я на дашу, там у меня дело было, там небольшую теплицу собираю. Вот они, наверное, этим временем вышли. Еще одна мера, которая скоро заработает, это организация «Пастбищ» вблизи сел-места. Уже по поручению главу города определены адреса дислокации до собственников, будут доведены буквально через пару недель. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Четвертый день кинотавра. Накануне вечером состоялись показы двух конкурсных фильмов «Год литературы» режиссера Ольги Столповской и врач Гоши Куценко. А сегодня творческие группы этих двух лент встретились с журналистами. О чем сегодня хотят говорить через кино, выяснила Елена Всецына. Фильм Ольги Столповской «Год литературы» попал на кинотавр за свою неординарность. Пока это новый жанр в российском кинематографе – лента автора о самом себе. Своего рода игровая документалистика. Еще в начале пресс-конференции Столповская призналась, ее учили режиссерскому мышлению. Отсюда и желание не снимать обычное стандартное кино. С временами зрители, привыкшие уже смотреть, вот, да, на эти всякие там, мэмы и так далее, он уже готов к такому. Изображение, ну, как бы, мне так он немножко не причелся. Ну, просто было это интересно поработать. Понравится ли новый вид киноязыка зрителю станет ясно чуть позже, ведь, как известно, сколько людей, столько и мнений. Неоднозначные реакции на фильм «Врач» – это дебютная работа Юрия Куценко, которого все мы, как актеры, привыкли называть Гошей Куценко. Вот, например, зарубежным кинокритикам изначально не понравилась медицинская тема. Адвокаты, полицейские врачи – постоянные герои их сериалов. Для меня это был еще один сериал, телевизионный сериал о врачах. То есть там, для меня лично, там ничего нового не было, к сожалению. Хотя я страшно люблю Гошу Куценко, уважаю его работу. На одном банкете ведущий артист эстрады какой-то все время пытался шутить и так, и этак. Потом говорит, ладно, все, отстану от вас, мол, попаду еще к вам на операционный стол, и вы мне отомстите за мой юмор. Александр Николаевич отвечает, не переживайте, можете продолжать, потому что я никогда не буду вас оперировать. Тот говорит, почему? Потому что я оперирую на мозге. Юрий Михайлович – нейрохирург. Он каждый день называет людям их страшные диагнозы и слышит их мольбы о помощи. Ему тяжело думать, что такое же может произойти и с ним. К сожалению, на пресс-конференции Куценко не присутствовал. Он ночью улетел уже в Москву на съемки фильма, но вышел по скайпу на связь с журналистами. Дружеское отношение с хирургами произошло из-за болезни его мамы. За два года борьбы с болезнью он узнал все об онкологии мозга. Любого человека, который общается с вашим онкологом, ты привлекаешь к нему настолько, тебе кажется, что он может, что он Бог, что он-то как раз все может спасти и изменить. И потом наступает момент, когда ты понимаешь, что это не так, что тебе кажется, что Бога нет. А потом, когда это случается, ты опять начинаешь верить. В фильме снимались Мария Порошина, Леся Железняк, Анна Михалкова, Алена Хмельницкая. Последняя даже не задумываясь согласилась сниматься у Куценко, потому что и сам Гоша интересный человек, и образ врача впечатлил. Но когда я прочитала сценарий, первое, что мне пришло на ум, что это all the jazz. Это про такого человека. Хореограф он, или врач он, или пилот он. Вот такой человек, который живет в своей профессии, у которого абсолютно запутанная и непонятная личная жизнь, который именно из-за того, что он безумно харизматичен, влюбляет в себя такое большое количество женщин. И то, как он об этом говорит, с какой теплотой, как искренне, какие точные нюансы он уловил. В том, как он, говоря по телефону, параллельно не останавливается, он смотрит снимки. Обсуждение конкурсных кинолент здесь повсюду, а в это время в Зимнем театре заканчиваются показы короткометражек. Сегодня жюри уже назовет победителя короткого метра. Сегодняшний день можно с успехом совместить с далекой историей. Пример тому есть. На месте Александрийского форта, которому 178 лет, появилось современное творческое пространство с арт-галереи. Оно так и называется «Форт». Что обнаружили краеведы во время реконструкции здания бывшей городской поликлиники, узнала Татьяна Говоркова. Вот так теперь выглядит после реконструкции здания 1911 года постройки. В бывшем доме купцов последние несколько десятков лет функционировала городская поликлиника. Немногие сочинцы тогда имели себе представление об исторической значимости этого объекта. Ведь здесь фактически находится перекресток тысячелетий. Это территория Византийской крепости, крепости Абхазского царства времен Средневекового, Рассвета и Александрийский форт XIX века. Ранее за крепостные ворота историки принимали вот эту арку. Но в процессе реконструкции территории выяснилось – это всего лишь амбразура для защиты стены главной артиллерийской башни Александрийского форта. Получив точную позицию для отчета территории крепости, историки открыли множество интересных фактов. Например, храм Архангела Михаила не только собран из остатков древнего храма Византийского периода, но и стоит на его месте. А это уже придает святыне еще большую значимость для прихожан. Кроме того, сам Александрийский форт стоял на месте крепости византийского периода. При ремонте дома выяснилось, что наши, скажем так, сограждане в XIX веке и в начале XX не очень церемонились с этими остатками древности. Часть квадровой кладки крепости VIII века использована при строительстве дома купцов Политиди. То есть, когда стала обсыпаться штукатурка, ну, понятно, начало XX века, из-под нее выступили классические византийские квадры, которые разбирали и строили здесь. Таким образом, из древних останков военных сооружений были возведены маяк, храм, казначейство и вот этот дом. Реконструкция исторически известного дома купцов Политиди велась на протяжении пяти месяцев. Теперь здесь находится арт-галерея, где современное искусство представлено наряду с артефактами. Вот этот элемент вовсе не декор, а остатки той самой крепостной стены новогинского укрепления. В этом зале можно даже прикоснуться к истории. А вот это привратная колонна основных стен крепости. От нее краеведы могут отталкиваться в своих исследованиях по определению точного расположения территории форта. Здесь-то и вырисовывается затертое временем, но сохранившееся ядро истории курорта. Раскрывать и дальше уникальные страницы древнего Сочи теперь будет современная творческая молодежь. Благодаря архитектуре здания арт-галереи удалось разбить зонально. Каждая из комнат представляет работы одного художника. Свои картины представили 16 мастеров из Сочи и других городов страны. Среди них и главный художник курорта Элина Баранская. Уютная обстановка позволяет посетителям не только полюбоваться искусством, но и выпить чаю и пообщаться с живописцами, а также самим проявлять свои творческие способности. Мы даем возможность проявить себя как молодым начинающим художником, так у нас представлены экспозиции уже заслуженных художников. Естественно, это члены Союза художников России. Есть графика, живопись акварельная, масло, все виды классической живописи. Также у нас есть постерная экспозиция, современная. Есть смешанные техники, работают мастера с бумагой, с гипсом, лофт-проекты. Все это представлено в 18 залах арт-галерей. Один из кабинетов отдан под творческий класс, где все желающие смогут обучиться у профессионалов. Он начнет работу уже в ближайшее время, а вот официальное открытие творческого пространства «Форд» состоится в эту субботу. Вход бесплатный. Работники социальной защиты населения отметили свой профессиональный праздник. За трудолюбие и желание сделать жизнь сочинцев лучше Анатолий Пахомов поблагодарил их лично. 22 тысячи человек. Столько в Сочи социальных работников. В этом зале лишь немногие из них. В торжественной обстановке они принимают поздравления и благодарности от главы города за нелегкий труд. Я от всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем социального работника. Именно вам доверена важнейшая миссия от имени государства заботиться о малообеспеченных гражданах, сиротах, инвалидах, наших пенсионерах. Благодарность людей и оценка трудов, по словам социальных работников, самая приятная награда. Нелли Илюк в социальной сфере работает не первый год. Пришла еще в период перестройки. И несмотря на все сложности, любимому делу остается верна и сегодня. В прошлом году, к 70-летию Победы, работники соцслужбы совместно с администрацией и сочинскими единороссами провели большую работу. Были организованы мероприятия для ветеранов, оказана адресная помощь. А кроме того, уделили внимание воспитательной работе молодого поколения сочинцев. Если в прошлом году нам нужно было заниматься воспитательной работой, привлечь руководителей, не все охотно шли, то в этом году те, кто отказывались идти к ветеранам, звонили и спрашивали, а у нас останется тот же ветеран, или вы нам нового сможете закрепить. А мы хотим и прошлогоднего обязательно поздравить. Это, наверное, самая большая награда для меня – услышать такие слова от человека. Ну а в свою очередь работники соцслужбы всегда готовы поддерживать и воплощать новые идеи и проекты. И делать все, чтобы ни один человек в городе не остался один на один со своей проблемой. Экспериментаниум, живые системы и музей робототехники. Экспозиция занимательных наук открывается в сочинском дельфинарии парка Ривьера. Ежедневно жители и гости курорта смогут не только увидеть уникальные экспонаты, но и поиграть с ними, а также узнать множество интересных научных фактов. На первый взгляд это обычный велосипед, но как только начинаешь крутить педали, сбоку появляется фактический рентген человека, по которому можно не только изучить строение человеческого скелета, но и увидеть, как работают суставы. Но не только этот экспонат может дать посетителям представление об анатомии. Более 60 увлекательных устройств расскажут все о живых системах, органах чувств и рефлексах человека. И взрослым очень интересно. Живые системы – выставка разнообразная. Дети находят для себя игровые моменты и познавательные, а какие-то очень серьезные, интересные факты, они, конечно, похищают и внимание взрослых. От естественных наук отправляемся к законам физики. В отделе «Экспериментаниум» также множество удивительных экспонатов. Серкальные лабиринты, разнообразные магнитные устройства. На глазах у посетителей из пара возникает торнадо. А при соприкосновении с плазменным шаром можно вызвать молнии. Здесь же можно увидеть звуковую волну и получить ответ на вопрос, почему летают самолеты. Вот только чтобы опробовать и понять действия закона Беркули, нужно постараться. Для того, чтобы диск у нас ревитировал, действовать нужно очень медленно и аккуратно. Мы берем диск и медленно подносим его к горловине нашего экспоната. Так как у нас давление больше под диском, диск у нас не падает. А так как у нас все равно есть давление на диск сверху, диск получается, что левитирует. А вот как другие законы физики и электродинамики применяются в современных технологиях, наглядно представлено в зале робототехники. Практически все здесь может двигаться, говорить и выполнять задания. Это одни из последних разработок рационализаторов со всего мира. Окунуться в мир занимательных наук можно ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. Сочинский дельфинарий парка «Ривьера» приглашает всех желающих на открытие музея 12 июня. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И в завершение выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...